добрый день дорогие друзья с вами евгений гордеев из славного города героя смоленска ну конечно же сегодня 7 января 2021 года я от всей души от всего своего сердца хочу горячо и сердечно поздравить всех вас друзья с великим православным праздником рождеством христовым пожелать здоровья прежде всего большого личного счастья успехов во всем удачи благоденствия и достойной жизни в нашей прекрасной стране стране которая недостаточно может быть понято еще может быть кем-то порицаемо как государство но все равно горячо любимой стране россии друзья мои сегодня я хочу рассказать вам эпизод который произошел на днях произошел опять же связан он с деятельностью смоленской полиции вы сейчас услышите в чем это выражается дело в том что вечером 4 января ко мне поступила информация о том что в одном из домов девятиэтажном доме по микрорайоне королевка пропал человек то есть 30 декабря 2020 года минувшего года его никто из соседей не видела он обычно прогуливал собачку свою во дворе у у него такой мини лабрадорщик песочного цвета красивый лабрадорщик лет лабрадорша не знаю и вдруг так сказать соседи его не видят с 30 декабря а собака стала лаять быть там дома круглые сутки вот так вот и день и ночь и день и ночь и вот на четвертый или пятый на пятые на на сутки после того как по их мнению пропал этот человек это девятый этаж девятиэтажного дома они забили тревогу обратились прежде всего куда обращаются люди к участковому участковый инспектор по фамилии ровко и молодой лейтенант сказал им что он не вправе взломать дверь не вправе взломать дверь и когда собак если если и когда собачка помрет и станет может быть пахнуть из квартиры тогда они значит могут без наличия родственников и хозяина вскрыть квартиру и зайти в нее без наличия родственников типа при родственников при родственниках можно но я раздобыл телефон этого участкового позвонил ему и сказал дорогой мы вы говорите что нельзя вскрыть квартиру а я вам говорю как сотрудник как полковник милиции с 34 летним стажем работы в органах что это возможно комиссионно вы для охраны общественного порядка при вскрытии слесарь который вскрывает который вами может быть вызван представитель жилищной компании и двое посторонних граждан соседей как понятые с составлением соответствующего акта вскрытия и акта того в котором будет отражено что там обнаружено и что не никто ничего не взял и что впоследствии значит квартира опечатана но собачку надо во-первых спасти она уже неделю не кормлена не пояна а во-вторых мало ли что там может быть там может быть мертвый хозяин хотя он хозяин денис восемьдесят шестого года рождения ему 34 года но может все быть поскользнулся упал ударился так сказать виском и готов а еще хуже если там криминальный друг но в этот день 4 числа или не уже вечер был так мы ни на чем не договорились решили значит оставить это дело до утра а участковый сказал что утром он пойдет на отдых а я им и а через сутки значит уже шестого он выйдет и снова начнет заниматься я с этим не согласился ему сказал что я сейчас вам пришлю телефончик два телефончика альпинистов промышленных которые занимаются вот такими вопросами значит как спуститься с крыши на балкон например этого девятого этажа или на лоджию что там не знаю и посмотреть что там творится таска ну вот на след а я еще в воде сообщил значит дежурному значит о том что такая ситуация они еще участкового подтолкнули это сказать каким-то действием и вот полдесятого утра на следующий день то есть 5 уже числа половина десятого утра промышленный альпинист такой юра спустился но не на балкон почему-то к кухонному окну где форточка была открыта посмотрел туда форточка открыта значит бардак страшный кругом но никакого трупа так сказать собачка водит а на балкон почему-то не пошел так сказать ну я не знаю почему меня там не было вот потом я с соседями наладил контакт значит по телефону значит но уже знаете что сотрудник милиции может установить я установил и адреса и телефоны и как к соседям зовут всех и звонил значит в три квартиры которые рядом так сказать на одной лестничной площадке соседями разговаривал они по моей просьбе значит бегали там все делали спрашивали смотрели вот в это время значит я опять позвонил дежурному сказал так и так дежурному поводу уже другой дежурный он очень серьезно отнесся к моему ну к этому с пониманием моему сообщению и подтолкнул участкового я звоню разговариваю с соседкой она мне говорит вы знаете что родственники нашлись и родственники вызвали слесаря можно нам значит без участия участкового мухарь сейчас звоним участковому а участковый говорит нет значит мол не надо ну я не не приду и мы ему сказали что тут что пришли родственники вызвали сантехника слесаря который слесаря который может вскрыть такие служб служб таких смоленске очень много участников вскрыть и участковый сказал значит что пусть скрывают и сообщат мне что там вот а я тоже сказал им что не знаю еще что участковый так сказал им сказал им что обязательно не надо ждать никаких сотрудников милиции и если слесарь согласится вскрыть значит в присутствии родственников без хозяина то обязательно надо вскрывать заплатить ему так сказать сколько надо и вскрыть и вот этот слесарь значит пришел вскрыл я снова звоню соседки а там плач бой крики значит все эти соседи а женщины в основном собрались и устроили значит плач такой крики оказывается я сквозь схлипывания и слезы и плач рев понял что там криминальный труп там этот денис лежит у него многочисленные раны в области живота спины кровью все залито вот лежит на диване дверь входная вот заперта так сказать как она заперта у него она вроде ключом запирается я так и не понял я не видел какие там замки но по моему мнению по моему мнению убит он был здесь потому что на лестничной площадке внизу и вверху на девятом этаже не в лифте никаких следов крови нет я по своим каналам прозондировал нашел одноклассницу нашли этого погибшего убитого будем так теперь уже говорить я дал ее данные телефон по воде еще раз дежурную часть говорю позвонил и вот теперь ждем результата потому что есть уже наметки где на видео могли попасть мог попасть предполагаемый допустим убийца и Денис так что ваш покорный слуга Евгений Гордеев в новом году уже как бы отметился в раскрытии тяжкого преступления убийства но самое главное я говорю что практически вы же видите что я практически уговаривал участкового сказала ему что вы учтите что если там лежит еще живой человек а вы не приняли мер а когда приняли меры через два дня то оказалось что он уже мертвый то я вам покоя не дам так сказать ну это наказуемо может быть погоны слетят и вы же видите я ему говорю что он говорит что я буду докладывать своему начальнику там тот выше выше до УВД ну а там уже будут принимать решения вскрывать не вскрывать квартиру я говорю дорогой мой полковниками и генералами становятся потому что не докладывают в Москву и не спрашивают что нам делать а принимают решения а вы товарищ лейтенант не можете принять решения о вскрытии квартиры да уже то что там неделю собака воет в новогодние и в рождественские дни вы меня извините уже одно это так сказать требует во первых спасение животного во вторых значит требует напрячь мозги и понять что там может быть человеку нужна помощь а если это не нужна то может криминал там что и оказалось в натуре криминал зарезали человека в его квартире я считаю что преступление должно быть раскрыто по горячим следам а может быть уже раскрыто я узнаю сообщу вам итак друзья я хочу подвести кратенький итог всему сказанному мною сейчас по раскрытию тяжкого преступления фактически ну сначала не ясно было преступление это или нет но тем не менее прогнозировать такое можно было а вы посмотрите значит 4 числа и не вечером не вечером а с утра где-то соседи сообщили участковому инспектору о том что в квартире воет собака и хозяина этой квартиры не видели они с 30 числа хотя ранее каждый день каждый день они знали где он находится видели его здоровались с ним и так далее и тому подобное вот но несмотря на то что такие предположения обязан был сделать сотрудник полиции он их не сделал а сказал что вскрывать не будет так сказать пока значит эта собака не сдохнет или пока не найдутся родственники ладно нашлись утром 5 числа родственники позвонили опять участковому он сказал нет не будем скрывать пока собака не сдохнет несмотря на наличие родственников потом когда я позвонил в УВД снова дежурному сказал видимо позвонили участковому он уже снова включил телефон так сказать с ним связались и он или он связался я не знаю опять позвонил этим соседям и сказал ладно раз вызвали значит слесаря давайте вскрывайте но я не приду а сообщите мне что там внутри квартиры то есть уже где-то до обеда еще 5 числа вскрыли квартиру и установили что там криминальный труп криминальный труп вызвали бригаду соответствующую которая должна выехать на место происшествия это представитель следственного комитета судмедэксперт участковый сотрудник уголовного розыска и так далее это связано вы знаете с тем что осмотр места происшествия осмотр трупа на месте потом вызываются значит для отправки трупа значит специальная машина и специальное такое подразделение существует но около 19 часов вечера докладываю вам 5 числа то есть полдня прошло никто кроме судмедэксперта по моему туда не не приехал ни эксперт криминалиста ни кинолога с собакой ни значит представители следственного комитета ни оперативных сотрудников ни участкового никогошеньки там не было значит как сообщили потом ну людям которые возмущены были соседи значит сообщили им представители не буду говорить кто что у них в эти праздничные дни в частности 5 числа большое количество подобных происшествий они не успевают выезжать и так далее и тому подобное ну знаете что я вам хочу сказать это не оправдание есть есть усиленные наряды на праздники есть возможность значит в крайнем случае снять попросить из дома явиться тех кто на отдыхе находится но преступление должно раскрываться по горячим следам о каких тут горячих следах можно говорить когда значит если четвертое число отнять четыре дня когда собака завыла значит это где-то может первое или тридцать первое ну может в ночь так сказать его убили с тридцать первое на первое то есть уже горячие следы немножко подостыли вот да если еще так приезжать оперативно-следственной бригаде то вы меня извините но тем не менее тем не менее есть надежда а у меня даже уверенность что если правильно все построено то то преступление должно быть раскрыто должно быть раскрыто и еще одно друзья немаловажное сообщение собачка лаборадор пристроена в добрые хорошие руки целая семья приехала добрых неравнодушных людей и забрала собачку себе на воспитание на постоянное проживание это очень радостная весть и за это надо благодарить девушку по имени Яна Яна которая является активным членом группы по защите животных все ее знают все ее любят Яночка Евгений Владимирович поздравляет с Новым годом и Рождеством желает всего самого-самого наилучшего счастья любви благополучия Яна кстати открою маленький секрет является инициатором того что я подключился к этому делу так что дорогие мои берегите себя берегите себя не пускайте в свои жилища в квартиры дома коттеджи на Рублевке посторонних людей выбирайте себе знакомых хороших добрых умных как я с вами был Евгений Гордеев из славного города героя Смоленска ставьте лайки как я вижу каждый говорит блогер подписывайтесь на мой канал кто еще не подписан помогайте моему домашнему приюту для бездомных животных который называется Кото Васия и будьте счастливы пока